Город готов к холодам. Начальник управления ЖКХ мэрии Дмитрий Растатуров лично посетил несколько котельных, чтобы проверить, завершены ли ремонтные и восстановительные работы. Здесь, в котельной на улице Шумвандиной, три паровых котла. Основное топливо – природный газ. Снабжает энергией она 12 объектов, в том числе социально значимые, такие, как весь комплекс зданий, НИИ, материнство и детство. Поэтому здесь увеличенный резерв оборудования, чтобы перебоев с поставкой тепла не было. Завершены работы по капремонту подводящих трубопроводов, аккумуляторных баков и водоподготовки. Так как режим работы насосного и вентиляционного оборудования переменный, то это позволило нам в случае низких нагрузок в период теплых температур и неравномерности подключения горячего водоснабжения и снизить потребление электроэнергии, когда нет необходимости подачи большого объема воды. Эта котельная на улице Палка, Нормандия и Неман – самая мощная в городе. Она снабжает энергией 222 объекта – многоквартирные дома, больницы, школы, детские сады. Летом здесь проводили текущий ремонт котлов. На двух поменяли сетевые насосы. Установили электропривод, что позволит сократить расход электроэнергии и позитивно скажется на экономичности в целом. Все муниципальные котельные готовы к отоп-сезону на 100%. С понедельника мэрия начинает проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в том числе ПАУТ и Плюс. Сети муниципальные на 100% готовы. ПАУТ и Плюс завершает работы свои. У них небольшие участки еще пока остались магистральные. Но заверение на последней комиссии, что эти работы будут выполнены в срок. То есть до начала топительного сезона работы планируется завершить в полном объеме. Гидравлические испытания проведены на всех магистральных и распределительных сетях города. Пока проблем с подачей тепла власти областного центра не видят. Как будет на самом деле, покажет время.